Микс Ньюс. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Добрый день. Четверг, 11.30. Я на радиобалком. Идущая программа «Без антракта» Евгения Шерменева. Спасибо. У меня есть, как всегда, немножко новостей для вас о том, что я видела или с кем я встретилась в последнее время в театре здесь, в Латвии. И программа наша будет, как анонсировалась, посвящена памяти прекрасного режиссера, одного из тех, кто меня формировал как человека театрального в некоторой степени. Я думаю, что очень на многих людей повлиявших. Два дня назад Москва с ним простилась. Марк Захаров. Мы поговорим о нем. Я очень просила бы вас звонить. Мы давайте попробуем уже какую-то обратную связь. Вот телефоны в студии. Я вам сейчас прочитаю. Я думаю, что все, кто меня слушают, так или иначе, слышали или видели спектакли. Ну, потому что в Ленком всегда было трудно попасть, конечно, и билеты достать. И купить вообще невозможно. Я расскажу небольшие истории про это тоже. И в любом случае вы видели его фильмы, которые, мне кажется, видели все. И поделиться своими впечатлениями о том, какое у него было отношение к актерам, к текстам. Что он умел сказать своими фильмами телевизионными. Потому что, конечно, те актеры, которые у него снимались, это как раз его самая знаменитая труппа, о чем мы тоже вспомним. Но вначале я скажу немножко все-таки новостей. Первое, что я вам скажу. Сейчас в Риге идет фестиваль. Не знаю, знаете ли вы про такой, который называется «Осень патриарха». Он открылся 30 сентября и будет идти до 6 октября, то есть вот одну неделю. «Осень патриарха» проводит его Латвийская культурная академия. И во время этого фестиваля можно посмотреть спектакли, которые были сделаны этой весной, как студенческие спектакли, как дипломные спектакли. Те, которые закрыли обучение последнего года студентов в культурной академии. И можно посмотреть очень интересные вещи, которые сделали молодые режиссеры. В том числе тоже и дипломные спектакли. И дипломные спектакли. Извините, мне тут немножко руководят. В прошлый раз меня не было, я отвыкла от эфира. И дипломные спектакли режиссеров, про которые я даже писала, про некоторые. Вот я сама сегодня иду смотреть спектакль по пьесе «Утиная охота» режиссера Элмарса Синькова, который поставил этот спектакль с актерами. Такой был специальный курс, набранный, обучался для Рижского театра «Кукол». И можно посмотреть очень много всего интересного, еще успеть, потому что у нас сегодня четверг, пятница, суббота и воскресенье впереди. Не пропустите, может быть, вы куда-то еще попадете, потому что спектакли играются и в «Дети Дилл Театре». Вот сегодня я буду. И у нас звонок в студии, сейчас я приму, подождите, пожалуйста, чуть-чуть. И в «Дети Дилл Театре», и в «Гертрудос Театре», и на учебной сцене самой Латвийской культурной академии. Это «Зиргупаст» на «Дзирново». Пожалуйста, не пропустите, посмотрите. Я возьму звонок, а потом вернусь еще раз к новостям. Добрый день. День добрый. Хорошо, что вы о Марк Захарове, наверное. О нем сейчас много говорится, но я что-то хочу сказать. Спасибо. Знаете, очень мало режиссеров, наверное, у которых просто не было неудачных фильмов. Марк Захаров один из них. Но больше всего, больше всего мне запомнился фильм «Убить дракона». Вы его пересматривали вот сейчас, в последнее время? Ой, знаете, сколько раз я его пересматривал. Я смотрел его в 88-м году, когда он вышел. Да, дракона, ну, у нас еще тогда дракона не убили, но он уже в предсмертных конвульсиях, я имею в виду КПСС. Вот, и все будет хорошо, до счастливого будущего рукой подать, что, ну, сказка какая-то там, ну, сказка и сказка. Ну, пересматривали уже в 90-м, и я понял, что все-таки, да, один дракон убил большой, но до маленьких дракончиков. Еще ходит по его следам. Да, и как он помнился, когда главный герой Абдуллов говорит, надо убить дракона здесь, полку себе стучит в голове. Да, ну вот, если бы все люди прислушивались к таким советам, да? И концовочка фильма тоже была очень такая, ну, о многом говорящая, когда он уже покидает этот освобожденный город, и видит, что какой-то там человек, очень похожий на дракона в обличии человека, показывает им, как выше запустить бумажных змеев. И вот, когда пересмотрел уже в 90-х, и я понял, что, знаете, не считаю себя глупым человеком, но есть все-таки еще и гении, которые видят гораздо дальше, лучше меня, зря будущее. Великий человек, гениальный человек, царство ему небесное. Светлая память, спасибо вам большое за память, спасибо за воспоминания о фильме. Спасибо за поминания о фильме, извините, техника. Я бы хотела сейчас попробовать позвонить главному режиссеру Рижского театра Сергею Анатольевичу Голомазову, потому что это не просто звонок, раз уж мы сейчас начали говорить о Марке Захарове, надо сказать, что Сергей Голомазов закончил курс ГИТИСа и учился у великого режиссера Андрея Александровича Гончарова. И вот он с нами на связи, потому что этот курс был не просто курс Гончаровский, он был такой совместный с Захаровым тоже, и вот он нам сейчас расскажет что-то. Здравствуйте. Здравствуйте, рад вас слышать. Здравствуйте, взаимно. Ну вот у вас же был опыт учебы у этих больших мастеров и близкого сотрудничества. Да, да. Ну, это был такой достаточно экспериментальный педагогический опыт тогда в 1985 году, когда набиралась такая совместная мастерская Гончарова и Захарова. Это были, конечно, какие-то совершенно удивительные, там, по-моему, три с половиной года педагогического и профессионального диалога с этими мастерами. Захаров у нас был как бы руководителем режиссерской группы, но при этом еще он был такой со-художественный руководитель. Надо сказать, что он был очень, ну, такой усидчивый педагог, он очень четко, несмотря на все свои занятости, бесконечные разъезды, два раза в неделю к нам приходил и мучил режиссерскую группу очень активно. Вот. Мы ему показывали бесконечные отрывки, этюды, которые, значит, он уничтожал. Несчадно. Несчадно относился к вашим экспериментам. Несчадно, жестокое, да, и совершенно. Вот, невзирая ни на что. Ну вот, научиться как бы у Захарова Захарова, наверное, было невозможно и бессмысленно, потому что это был такой человек авторского театра и режиссер авторского театра. Но какие-то удивительные навыки ремесленного толка, режиссерского толка, его размышления по поводу того, что самый большой ваш конкурент – это буфет в фае театра, и что если люди после окончания спектакля встают для того, чтобы убежать в гардероб, а не для того, чтобы стоя аплодировать, считайте, что вы проиграли. Жесткое отношение к профессии вполне, да? Трезвое такое. Конечно, это была какая-то удивительная планета, наполненная юмором, иронией, умом, парадоксальностью мышления. Это его бесконечная формула монтажности аттракционов, монтаж аттракционов в спектакле. Присутствовать и наблюдать за тем, как он работает, репетирует. Это было сплошное удовольствие. Потом он, к сожалению, ушел от нас, скончался с Корея Кличеймисом, он ушел и возглавил другую мастерскую. В 2000-х годах у нас там был небольшой такой профессиональный диалог в Ленкоме. Какое-то время я потом у него преподавал в мастерской, где-то в середине 2000-х. Его уже, да, в мастерской в ГИТИСе? Да, уже была, да, это была его авторская мастерская. По-моему, вот она как раз была последняя, это была где-то середина 2005-2007, где-то вот в этот период. Вот, сказать, что Захаров повлиял на нас, это не сказать ничего, потому что, конечно, это удивительная фигура. Любое его занятие было праздником. Он репетировал с нами, я помню, на втором и на третьем курсе мудреца, Астровского, носякого мудреца, а ваш покорный слуга играл там Глумова. Ого! Вот, да, так что много было интересного, много было прекрасного, много было смешного. Я помню нашу репетицию, когда он мне давал советы, каким образом выходить на сцену обнаженном. У меня там была обнаженная сцена с мамой. Абсолютно обнаженная сцена, уже в те времена? Ну, практически, да. Ну, да, да. Он был довольно смелый педагог, и в 87-м году я появлялся из-за ширмы с обнаженной ягодицей в режиссуре Марка Анатольевича Захарова. Вот, так что... Ну, да, он мало чего боялся на самом деле. Такую сокирующую терапию, да, это было ему свойственно. Не думаю, что это был какой-то осмысленный перформанс, но... Но он получился. Да, он получился. Относятся все к этому по-разному. Но такого способа, такого образа, эксперименты, повергающие зрителей в шок, ему, конечно, были чрезвычайно свойственны. Да, да, да. Нам был достаточно смелый человек, и смелый режиссер, и бескомпромиссно мыслящий в каких-то ситуациях. В общем, ну, я, конечно... Ну, вы счастливы, что у вас был такой период жизни, и мне кажется, это просто вам можно завидовать, потому что такие встречи, они важны для человека. Он оказал колоссальное влияние. До сих пор мы с ним в диалоге, до сих пор мы с ним как бы ведем какой-то разговор. Оглядываясь назад, все думают, а вот как бы к этому отнесся Марк Анатольевич. Хотя про себя мы все его внутри называли Марк. Да, сложно было всегда... Знаете, когда я тоже приходила в Линком, вот в бытную свою работу в Департаменте культуры, тоже входишь все время и понимаешь, что разница в возрасте довольно серьезная, и, конечно, без имени-отчества обратиться невозможно. И все время думаешь где-то, потому что он все равно производил всегда впечатление очень молодого человека. Ну, энергия в нем была молодая, я согласен. Даже уже будучи зрелым человеком, он ставил очень молодые, молодежные, по сути, спектакли по духу и по энергии. Да, это так. Это, кстати, исключительно его качество, которое мало кому свойственно, кстати, из режиссеров, потому что организмом творческим свойственно стареть. Вот у него этого не было. И мыслям стареть тоже, и чувством стареть, а он как-то смог это все удержать. Спасибо большое, Сергей. Мы с вами еще, я надеюсь, как-нибудь поговорим здесь в эфире и о том, что вы сделаете в Риге, и вспомним тоже, может быть, какие-то вещи из вашей студенческой жизни. Спасибо большое. Спасибо. До свидания, Геннадий. Я, знаете, хочу вам сказать, что мое самое сильное впечатление, ну, я жила в Москве, и, конечно, Ленком – это со школьной моей жизни, это всегда было такое место, в которое хотелось попасть. Но это было очень сложно, и в юности я посмотрела несколько спектаклей в Ленкоме, но потом я работала во Мхате, и у кого-то из нас были друзья в технических службах Ленкома, и я начала туда ходить, и это было для меня, конечно, большое счастье. И я никогда не забуду, как я пришла как-то на какой-то спектакль, на который долго хотела выбраться, а там замена. Это был 90-й год как раз, а там замена, и вместо объявленного в репертуаре спектакля, как часто бывает, ну, когда выпускается новый, то на публику пробуют, на публику неподготовленную, собственно говоря, да, который просто приходит в театр, пробуют новую постановку. И я пришла, а там замена, это школа для эмигрантов. И я смотрела предпремьерный, собственно, показ «Школы для эмигрантов», пьесы тогда, в 90-м году, которые мне показались очень странной, это была современная драматургия по тому времени. И играли, у меня был состав, по-моему, Абдулов и Зброев. И второй состав был «Караченцев и Янковский», то есть это была какая-то такая совершенно сумасшедшая постановка, даже для тех времен, и для Ленкома, и для зрителей. И то, что придумал тогда на сцене художник Олег Шентис, который, конечно, был соавтором Марка Захарова на протяжении долгих лет в этом театре. И это до сих пор является одним из моих самых сильных театральных впечатлений «Школы для эмигрантов», предпремьерный показ «90-й год», «Ленком». Я тут недавно тоже об этом думала, о том, какими они все-таки волшебниками были, эти два человека, Захаров и Шентис, и Горин, который, конечно, был частью Ленкома долгое время, потому что пьесы, которые ставились, они, конечно, имели… Он тоже был соавтором Марка Захарова в большой степени. И они были волшебники, потому что, надо сказать, что все-таки Ленком – это не самый большой театр с точки зрения зрительного зала. Он такой довольно узкий зал, довольно такая небольшая сцена, довольно глубокая, но не широкая. Это пространство не так, чтобы сказать, было таким, знаете, как в наших привычных театрах, где есть кулисы большие, там, высокие, куда убирать, поднимать задники. Технически тоже нельзя сказать, чтобы это было здание приспособлено прям вот идеально совершенно для какого-то большого театра. Но то, что они умели там сочинять, то, как они умели пользоваться этим пространством, то, как эти художники придумывали волшебство просто из кармана – это, конечно, удивительное свойство и удивительная возможность. Вы знаете, я нашла небольшой кусочек воспоминаний Марка Захаровой, хочу вам прочитать. Я так много жаловался, ныл, как мне приходилось страдать по поводу разного рода акций, нецензурного партийного аппарата, который чего только не делал со спектаклями. Хотя со мной все-таки поступили более-менее гуманно, не убили. А вот кому-то ломали хребты, кому-то ломали биографии, судьбы. Я думаю, что очень сильный удар получил Петр Фоменко, почти смертельный когда-то. В этом отношении мне повезло в какой-то степени. Я так много рассказывала про запрещенное доходное место, а однажды встретил Олега Ефремова на улице в Переуге, в темном почему-то, и он мне сказал – Марк, не жалей ты про доходное место. О нем еще столько будут говорить, его рейтинг, его акции будут только повышаться, и спектакль твой будет, в конце концов, в памяти людей лучше даже, чем он есть на самом деле. И он оказался прав. Вот что он говорит о драконе. Мы от дракона не избавились. Ведь когда начинают фантазировать на тему Сталина, то обязательно находят какую-то человечность в нем. Да, были ошибки, а у кого их нет. Но у нас не хватает смелости поступить так, как поступили в Германии, признать, что эта зона истории не может быть предметом гордости. Убиты несколько миллионов людей. Это был разгул геноцида. Людей уничтожали по спискам, по разнарядкам, по спущенным директивам. Это то наследие, которое я тоже несу в себе. Наследие того страшного периода нашей истории, которое подвергло деформации так много мозгов, так много людей. Изродовало их и продолжает уродовать. Вы знаете, я вам очень рекомендую, если вы хотели бы прочитать что-то в интернете. Сейчас очень много, конечно, воспоминаний, статьи о Марке Анатольевиче. То я вам очень рекомендую зайти на сайт Культа.ру. Там вышел совершенно замечательный текст. На мой взгляд, совершенно замечательный текст о режиссере Захарове и его волшебстве. Я вам сейчас попробую его прочитать. Вот я нашла тут маленький кусочек, очень хороший. Цитата. Марк Захаров обещал чудо, исполнял трюк, а вместе с тем учил поэзии и морали. И одно не работает без другого. Сейчас так ставить нельзя, говорят. Зачем было стрелять в дирижера в начале спектакля «Юнона и Авось»? Зачем поджигать шляпу музыкантам в свифте? Раскачивать стеклянный шар в обыкновенном чуде? Лезть по веревочной лестнице в Мюнхгаузене? Взрывать все, что плохо лежит? Метафорические режиссуры – достояние прошлого. Изопов язык вовсе ни к чему. Сильно действующие режиссерские средства насильственны и неприличны. Поэтические трюки старомодны, декамизма. Ну, как это если бы я, сидя за клавиатурой, написала, что пишу эти строки кровавыми чернилами, макая перу в открытую рану? Хотя, на самом деле, так и есть. Почитайте, статья очень хорошая, большая и очень точно говорит о режиссере Марке Захарове, с которым Москва простилась два дня назад. А сейчас у нас нет звонков, и я вернусь немножко к новостям о Риге, тем более, что, на мой взгляд, это очень связано, потому что в театре Ленком была потрясающая труппа. Была, потому что она и есть сейчас, конечно, наследники того периода 70-х, 80-х, 90-х годов, тех звезд, которых мы все знали, тех актеров, которые играли не только в театре у Марка Захарова, но и снимались в его телевизионных фильмах. Они действительно были ни с кем не сравнимые звезды. Если вспомнить, как я уже называла, Абдулов, Зброев, Караченцев, Янковский, Броневой, Ларионов, если вы помните, тоже играл Пельцер, Чурикова, Боже, Елена Шанина молодая, которую все помнят с ее огромными глазами из спектакля «Юноная гость». Мне сейчас даже сложно кого-то еще на ходу вспоминать, но это все было единым целым. Эта труппа была потрясающей красоты, возможностей, невероятной отваги и смелости в возможности реализации замыслов режиссера. А я сейчас хочу сказать, что сейчас в Риге, вот я сегодня купила журнал «Ир», на обложке которого три фотографии актеров. Это театр «Дайлас». В конце сентября в театре «Дайлас» случилось невероятное тоже событие, на мой взгляд. Тут редко бывает, потому что обычно говорят, что актеры довольно спокойные люди и хотят сидеть на месте, играть в каких-то спектаклях, получать зарплату, иметь возможность сниматься в кино. И когда у людей все это есть, ну, кажется, чего им еще хочется. Оказывается, людям хочется гордости за свою профессию, желание работать так, чтобы это было интересно и создавать театр такой, за который им не стыдно. Звезды театра «Дайлас», актеры, собрались и сказали, что они не очень понимают, куда двигается театр в год своего столетия. Самый легендарный театр Латвии, в котором они имеют честь служить и работать. И вот в последнем журнале «Ир», я только что его купила перед эфиром, здесь большая статья, разговор с шестью ведущими артистами театра «Дайлас» о том, как они понимают и видят ситуацию, сложившуюся в театре, который начал заниматься исключительно коммерческим продуктом, и забыл о том, что театр – это не только коммерция, это не только развлечение для зрителей, это не только удовлетворение их требований и обслуживание зрительской аудитории, но это еще и искусство, это еще и развитие, это еще и движение куда-то вперед, ввысь. И я очень желаю актерам на этом пути не остановиться и думаю, что коллеги должны их поддержать, потому что это удивительное событие, и я буду следить за этим и буду читать эти статьи. И очень надеюсь, что театр станет не только местом, где можно смеяться, а местом, где можно размышлять, где с тобой говорят о том, что для тебя важно, о том, что умел делать Марк Захаров. Он умел делать коммерчески успешный продукт, не забывая при этом про большое искусство. И вот на этом я хочу сегодня закончить. Спасибо большое всем, кто позвонил, и всем, кто с нами поговорил. Всего доброго, до следующего четверга.